Девушки отдыхают Его длина 30 сантиметров, ширина сантиметров 6, но победить ее не так-то просто. Девушки отдыхают Это и есть тренировка. Просто остальное – это делать техники, отработка движения. То же самое, как спортсмены в борьбе, например, отрабатывают приемы, тренируются, боксеры удар ставят. Здесь то же самое. Кость берем вот это горизонтально, вот это ровной стороной. Вот так берем, чтобы она была чистой стороной. Ну и удар, когда делаем, чтобы ничего такого не было, вот такой удар хороший, чтобы был плотно вот этот прилегал. Ну, ну не так, как бы вот здесь, вострею, тут даже пораниться можно не с той стороны, а именно вот эта плоская сторона, чтобы она была. И удар, в основном делается, чтобы был резкий удар, как бы, хлесткий удар. Хлесткий, резкий удар. И надо, когда ошибка еще, когда человек во время удара напрягается, наоборот, тогда, наоборот, больнее получается. А когда расслаблено, расслаблено, только в момент удара, удар идет, сжимаешь кулак, когда, как бы, сильно такое боли не чувствуется. Одна кость сейчас в одной руке, другая кость, как бы, возвращается, как бы, ты борешься самим собой. И когда ты, вот эти, побеждая свой страх, ты можешь сломать вот эту кость. Вот, которую мы за эти пять лет исследования сделали, были в Туэ, были, были в Монголии, разговаривали. Но у них эта игра есть, как бы, тоже, вот, которая, вот, пятки, она была, вот, за пять лет, которая теряется. Ну, я считаю, в Монголии 50-60 миллионов скота, когда мы там была конференция по настали виду спорт, в 2016 году ездили. А мы с Бурятии, мы с костью поехали по Казаму, и там китайские монголы были. Очень интересно, говорит, как так, что, ну, имея вот такой потенциал животного мира, да, что потеряли этот вид игры. Хотя мы сами помним, говорит, что дети били, старики били, говорит, а на сегодняшний день, как бы, эта игра, говорит, теряется. На сегодняшний день мы имеем федерацию по разбиванию фруктовой кости, сверху ОХ, и три региона, Рикутская область, Бурятия, Забыкальская область, как бы, ну, очень хорошая тенденция идет, развиваемся. И сами, как бы, еще учимся. Хершалган, исконная забава, бурят постепенно превращается в спорт. Вы не подумайте, спортсмены помнят истории, чтут традиции. Просто каждое соревнование превращается в своеобразный баттл, где мастера демонстрируют свою особую технику. Таких придумано уже около 30 в каждом районе. Республики кости бьют по-разному. Некоторые над головой, некоторые за спиной, кто-то лежа, кто-то сидя, в общем, кто на что гораст. А некоторые приносят свою технику из других видов спорта. Да, подготовки никакой не было. Я просто, как бы, увидел, как друзья мои, ну, они занимаются этим, бьют, увидел, как старший разбивает. Ну, и думаю, дай попробую, почему мне-то все равно, это, как бы, спорт наших предков. Повзял, попробовал, ну, конечно, первый раз не получилось, где-то чуть-чуть маленько больно было, но ничего, я думаю, если захотеть, все можно сделать. Ну, вот, раз, два, три, четыре, на четвертый раз получилось. Ну, так-то я занимаюсь с детства вообще волейболом, я вообще волейболист, да, и, как бы, волейболист в тараде так все равно, как бы, поставлено, я начал так бить. Ну, по волейбольному, можно сказать, да, сверху вниз, и стало получаться еще лучше. И вот, начал выступать, и с этой техникой у меня вроде пошло. И получается, ну, что получилось, победил на Сухарбане 2018 года. Закаминский район сейчас, на данный момент, представляет самый многочисленный по разбиванию хребтовой кости. Ну, у нас, в основном, развито в Кужире, и в Шарзарге, и в Ингорбое, и в Санаге, таких больших селок наших, да, ну, как бы, процветает очень хорошо. И сейчас все бьют от малого до великого. Можно на соревнованиях посмотреть, даже вот, буквально сегодня, да, там, выступает он. Вообще, 11 лет ребенку, ну, парень вообще молодой, да, хлещет, разбивает, вообще красиво, так что, тут смотришь, такие парни маленькие разбивают, там, школьники, да, ты такой вроде большой, и как не можешь сломать-то, и вот, душа тоже берет так, и приходишься, соседуре ломать. Харшалган, разбивание хребтовой кости, входит в программу всех культурно-спортивных праздников у Бурят, Сурхарбан, Этагиловские игры, Алтаргану. Сейчас Харшалган в Бурятии занимаются более тысячи человек. Не остались в стороне представительницы прекрасной половины. Как приходят женщины в этот вид спорта, расскажет Далгор Ангархаева из Тунки. Я занимаюсь уже второй год, моей рукой уже переломано 47 костей, но и училась я, нас учат не сразу бить кости, а вот разбивать специальные такие вот приспособления для нас приготовили, наши ребята. Это такая насадка внизу, ну, как бы имитация костей. Вот на этих, получается, палочках мы и тренировались. Потом нам разрешили уже попробовать разбивать маленькие кости, это коротыши, которые мы называем. Это начало, которое идет в хребтовой костей, вот такого размера, небольшого. Потом уже нам у нас вытащили первое на соревнования, которое проходили в прошлом году в Харбетах. Это в Тункинском районе, в селе Харбет. И вот там я стала абсолютным чемпионом. Поначалу, конечно, сложно, когда это не умеешь, ты не знаешь, как правильно ударить. Это же нужно собраться духом, силами и сконцентрировать удар именно на той точке, где нужно ударить так, чтобы она кровь сломалась. Последние соревнования, которые прошли в Закаминском районе, у нас было 18 участниц. Ну и вот потихоньку, с каждым разом, с каждым годом развивается, да, вот, разбивание хребтовой кости именно у женщин. Ну, господи, а поначалу как-то так, зачем тебе это надо, ты же руку себе сломаешь. А в принципе, если сделать правильный удар и сконцентрироваться правильно на ударе, рука, в принципе, она не страдает. Очень было сложно, вот, на хангодерах, которые проводились зимой, я вот здесь на сцене растерялась и не смогла вообще ничего сделать, вообще себе, просто концовочка удара, когда доходила, у меня такой простой слабенький удар был. Хотя, не знаю, настрой был отличный, это первое самое, да, победить себя, выйти на сцену, выйти на публику и выступить, ничего не бояться. Второе, уже концентрация твоего тела, чтобы настроить себя, свой дух, чтобы сломать эту кость, не унижать кость. Если ты, а, я ее сломаю, ты никогда ее не сломаешь, настройство своего ума и тела своего. А третье, да, вот, концентрация удара уже, когда уже идешь на удар, полностью концентрация тела уходит, силу вся уходит в эту руку, только на кисть, не на локоть, а на кисть. И секундный удар. И все. Кости, не имея значения, длина, ширина, не имея значения. Можно вот маленькую кость не сломать, но большую и сломать. Это все зависит от силы удара. В этом году делегация нашей республики впервые побывала на всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане, где с успехом презентовала Хершалган на разбивание хребтовой кости. У Бурятии появился шанс, что эта игра войдет в программу следующих всемирных игр кочевников, которые состоятся через два года в Турции. И тогда о Хершалган узнают во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok